Если по отношению к вам совершили измену, правильно ли наказывать этого человека? Или верить, что однажды он будет наказан? Но наказание ждет его в любом случае. Либо от вас, либо от кого-то другого, но наказание неизбежно. Какое наказание вы обычно назначаете? Он уже достаточно наказан, не так ли? Он уже наказан. Гадости, злости, игнорирование, все это уже было. Как еще вы хотите его наказать? Но дело в том, что другая сторона не чувствует угрызений совести. Нет угрызений совести, потому что люди всегда делают то, что они сами хотят, а не то, чего хотите от них вы. Всегда. Возможно, они действуют не в ваших интересах. Но они делают то, что сами хотят. Правильно это или нет, я не буду говорить о моральной стороне вопроса. Я хочу, чтобы вы понимали природу этой ситуации. Кто-то делает то, что хочет. Вы считаете, что их нужно наказать. Скорее всего, они не нарушили никакого закона, иначе бы их точно наказали. Они не нарушают понимание между двумя людьми. Возможно, вы неправильно понимаете понимание. Вы думали, что понимание абсолютное. Но это не так. Никогда в истории человечества, ни сегодня, ни когда-либо в будущем, человеческие отношения не были и не будут абсолютными. Хотя каждый влюбленный верит, что эти отношения будут абсолютными, такого не бывает. Отношения всегда изменчивы. Их нужно поддерживать ежедневно. Если вы не будете их поддерживать, однажды они могут перейти во что-то еще. Да или нет? Посмотрите на это так, как это есть. Их нужно поддерживать. Но я делаю все, что могу. Видимо, для кого-то все, что вы можете, недостаточно. Я хочу, чтобы вы это поняли. Я не даю оценку, правильно или неправильно то, что они делают. Не мне судить. Я всего лишь говорю, что так было всегда. И так есть и сейчас. Прежде всего, необходимо осознать, что отношения никогда не будут абсолютными. Они всегда будут изменчивыми. Это как жонглирование. Если жонглировать пятью мечами одновременно, иногда один может упасть. Тут требуется большое мастерство и много внимания. Да или нет? Многие из вас состоят в браке. Разве это не требует большого умения и внимания? Если не уделять внимания, то вы даже не будете знать, что происходит. Требуется много внимания. Не так ли? Мне недавно позвонили из одной европейской страны. Садхгуру, я занимаюсь домашним хозяйством. Спасите меня. Заберите меня во шрам. Я только и делаю, что работаю по дому. Она моет посуду и все такое. Очень состоятельная женщина, но у нее четыре ребенка. Поэтому всегда есть чем заняться. Сегодня не пришла домработница, и ей пришлось мыть посуду. А у нее четверо детей, поэтому приходится мыть посуду, все отмывать. Я лишь говорю, что вы должны понимать, отношения очень изменчивы. Это не что-то постоянное. Если вы хотите абсолютных отношений, вам нужны отношения с мертвым. Поэтому многие выбирают Бога, потому что Он абсолютен. Можете обращаться с Ним, как захотите. Если вы забыли о Нем на 10 дней, на 11-й день, когда вы вспомните о Нем, Он никуда не денется. Если вы будете так поступать по отношению к своему мужу или жене, или кому-то еще, тогда что-то произойдет. Вы были в отъезде, были заняты, совсем забыли о Боге на три года. Потом снова вспомнили о Нем, и вот Он по-прежнему на месте. Поэтому если вам нужны абсолютные отношения, для них не стоит выбирать живых людей. Человеческие отношения изменчивые, они требуют много внимания. Поэтому некоторые люди решают, что у них нет на это времени и энергии. И они выбирают другой путь, где нет таких обязательств. Им достаточно закрыть глаза, они сами по себе. Им все равно, кто вокруг них, что вокруг них. Для вас же это невозможно. Когда вы пытаетесь кого-то наказать, вы наказываете только себя. Они делают то, что хотят. Вам лучше понять, что вы хотите сделать со своей жизнью. Вам не обязательно реагировать и делать что-то глупое, как и они. Вам нужно просто сесть и подумать. Когда ваши иллюзии разрушены, это очень хорошо. Если ваши иллюзии разрушены, значит, вы стали ближе к реальности, не так ли? То есть для вас это возможность сесть и подумать, какова природа моей жизни? Почему так происходит? Эта частица жизни — полноценная жизнь, не так ли? Или это половина жизни? Вы целая жизнь или только половина? Целая. Тогда почему вы чувствуете себя настолько незавершенными, что вам нужен другой человек, чтобы сделать вашу жизнь полной? Почему? Пора задуматься об этом, не так ли? Если эта жизнь полная, тогда она полноценна сама по себе. Но сейчас она не может существовать с тем человеком или этим, без того человека или без этого. То есть в некотором роде ваша жизнь неполноценна, или, по крайней мере, она не реализует всю полноту своей природы, не так ли? Эта жизнь полноценна. В ней есть и творец, и творение. Это отличное сочетание. Если вы... Когда жизнь стучится в вашу дверь, таким образом, значит, пришла пора заглянуть глубже, а не реагировать и пытаться кого-то исправить. Наказав кого-то, вы не измените свою жизнь, не сделаете свою жизнь лучше. Два дня вы будете чувствовать нездоровое чувство удовлетворения, но потом вам станет стыдно за то, что вы сделали. Да? Сначала, пока эти эмоции еще свежи, это дает вам удовлетворение. Но когда вы оглянетесь назад, через какое-то время вам будет стыдно за себя. Поэтому не идите по этому пути. Это возможность. Вам открывают духовные измерения. Да? Да. Вам дают понять, насколько это все хрупко. Вам могут изменить, от вас могут сбежать, развестись с вами. Этот человек может умереть, не так ли? Если этот человек умрет, вы же не будете считать, что он обманул вас. Да? Нет. Но в любом случае вы остались отвержены, не так ли? Важно то, что вы остались отверженными. Не имеет значения, как это произошло. Этот человек умер, или развелся с вами, или обманул вас, но в сущности вас отвергли. Отвергнуть вас можно только потому, что вы находитесь под влиянием той иллюзии, что являетесь только половиной жизни, и вам нужна вторая половина. Нет. Ваша жизнь полноценна. Если вы раскрылись как полноценная жизнь, вы увидите, что ваши отношения станут совершенно другими. Они будут направлены на то, чтобы объединяться, делиться чем-то, а не получать. Они должны измениться. Чтобы изменились ваши отношения, должны измениться вы. Вам дали отличную возможность для этого. Не говорите, мне изменили. Скажите, меня подталкивают от иллюзий к реальности. Этого человека нужно поблагодарить. Вы должны быть ему благодарны. Вместо того, чтобы поддерживать ваши иллюзии, поддерживать их всю вашу жизнь, вам уже помогли это осознать. Иначе вы бы все осознали только перед смертью. Да. Когда вы будете при смерти, вы это поймете. Когда, умирая, скажете, не страшно, пойдем со мной. Он скажет, нет. Поэтому лучше узнать об этом сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok